Здравствуйте! В последние годы на наших столах появилось много новых видов рыб и морепродуктов. Некоторые из них так и остались экзотикой, а другие, возможно, станут нашей повседневной пищей. Одним из таких претендентов названия хлеба насущного является тилапия. Это рыба с древней историей и огромным потенциалом для искусственного выращивания. Тилапия или тиляпия – это ее второе название – род пресноводных рыб семейства цихлит. Род включает более ста видов распространенных в тропиках. Считается, что род тилапия происходит из Малой Азии, однако со временем и при помощи людей широко распространился по всей Африке и большей части Азии. Органично вошел там в местную пресноводную фауну. Включает в себя множество видов, подвидов, местных вариаций и натургибридов, часто очень близких, похожих друг на друга и с трудом различающихся. Тилапии практически всеядны, отличаются неприхотливостью и высокой выносливостью к резким колебаниям условий существования. В гастрономическом отношении тилапия стала очень популярной благодаря нежному вкусу своего белого мяса с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров. Тилапия очень неприхотлива к условиям содержания, температуре и качеству воды. Практически все виды тилапии могут жить, нормально развиваться и размножаться в пресной, солоноватой и даже морской воде, что является весьма редким для рыб свойством. Несмотря на то, что большинство тилапий – тропические рыбы, некоторые виды могут существовать при весьма широком диапазоне температур от 10 до 45 градусов Цельсия. Сегодня тилапию культивируют очень широко. Ее можно обнаружить в искусственных водоемах почти во всех странах Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в большинстве стран Латинской Америки, США и даже в некоторых европейских странах. В больших количествах тилапия выращивается также и в КНР, откуда ее экспортируют в промышленных объемах. Тилапия достаточно сильный конкурент для других рыб, и после попадания в водоем она всегда вытесняет своих соседей. По этой причине рыбу не допускают в охраняемые водоемы с другими редкими рыбами, и она считается нежелательной в заповедниках. Прудовое выращивание тилапии является наиболее популярным методом в рыболовстве. Одно из его преимуществ заключается в том, что рыба эффективно использует естественную пищу. Технология прудового выращивания является преобладающей в странах тропического пояса, где климатические условия позволяют воспроизводить и выращивать тилапию в течение всего года на естественной кормовой базе. Одной из основных проблем, возникающих при выращивании тилапии в прудах и других водоемах, является быстрое перенаселение, связанное с высокой способностью к размножению, нерест многократный в течение года. Водоем для разведения и выращивания рыбы должен соответствовать определенным требованиям. Его главная цель – создание комфортных условий для содержания рыбы. Глубина пруда должна быть не менее 150 см. Его дно должно быть без примесей торфа или ила. В водоеме должна обязательно присутствовать растительность, но в разумных пределах. Следует учитывать, что за прудами маленьких размеров потребуется серьезный уход, а содержание больших может обходиться очень дорого. Исходя из этого, следует вывод, что оптимальными являются размеры в пределах 30-50 квадратных метров. Желательно, чтобы один из участков пруда находился в тени. Кроме того, стоит знать, что для того, чтобы пруд не затоплялся во время весенних паводков, он не должен находиться на низменных участках. Рельеф дна делают сложным, с поочередным чередованием мелководья, с глубоководными участками, с порогами и уступами различной величины. Хороший вариант для пруда – это устройство гидроизоляции. Самый простой и недорогой материал – полиэтиленовая пленка, уложенная на песчаную подушку, и геотекстиль. Наиболее надежным вариантом оборудования является бетонирование чаши пруда и ее покрытие напыляемыми гидроизоляционными материалами. Перед заполнением водоема водой производят его известкование. Это позволит нейтрализовать вредную для большинства водных растений кислотность почвы, а также ускорит процесс минерализации органических веществ и выделения из почвы углекислого газа. Все это создаст благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов и в итоге улучшит экологические условия выращивания рыбы. При нересте тилапии в пруду на одного самца приходится 5-7 самок. Самец выбирает готовую к нересту самку и отгоняет остальных. Нерест длится от 5 до 15 минут. Самка выметает икру, которую тут же осеменяет самец. Оплодотворенную икру самка забирает в рот. Там икра находится достаточно долгое время, до месяца. Таким образом она высиживает икру и мальков во рту, а дальше она выпускает их на кормление и таким образом постепенно приучает к самостоятельному образу жизни. Потомство тилапии можно получать как путем проведения естественного нереста в лотках или бассейнах, так и заводским методом. Искусственное осеменение икры у тилапии не применяется, и заводской метод воспроизводства заключается в том, что у отнерестившихся самок отбирают оплодотворенную икру или эмбрионы из ротовой полости и инкубируют в специальных аппаратах. Отобранных у самок эмбрионов помещают в инкубаторы вместимостью 1 литр, типа аппаратов Вейса. Личинки всплывают, а когда переходят на внешнее питание, их переводят в лотки вместимостью 80 литров. В возрасте 2-3 суток после выклева личинки становятся подвижными, а на 3-4 сутки всплывают к поверхности и переходят на активное питание. Непременное условие режима – выдерживание личинок в непроточной воде. Как только мальки достигают определенного размера, их переводят в основной пруд. Для этого их помещают в пластиковые пакеты, куда подается кислород. Эти пакеты доставляют к пруду, где мальки будут отпущены в свободное плавание. Питание личинок разнообразное. Хороший результат дает кормление хлореллой, а при рассасывании желточного мешка – мелкими формами зоопланктона. Как показывает практика, выживаемость полутораграммового малька выше 98%. При соблюдении технологии выращивания, такой малек за полгода набирает товарную массу в 500 грамм. Фактически, тилапия – это бройлерный цыпленок в рыбоводстве. Крупнейшим источником поставок тилапии являются азиатские страны. Из этого региона в течение шести месяцев экспортируется около 150 тысяч тонн этой рыбы. В первую пятерку производителей в регионе входят Китай, Индонезия, Тайвань, Таиланд и Малайзия. Одной из основных проблем, возникающих при выращивании тилапии в прудах и других водоемах, является быстрое перенаселение, связанное с высокой способностью к размножению. Рыба нерестится многократно в течение года. В ряде случаев это ведет к перенаселению водоемов, снижению продуктивности и является одной из сложных проблем при ее культивировании. В таких прудах они как едят, так и выделяют свои отходы, и при этом у них очень мало места для плавания. Они едят и гадят все в одном и том же маленьком пространстве. Все это порождает многочисленные мифы, что всеядная рыба может быть опасна для здоровья. Хотя многочисленные исследования не выявили в рыбе антибиотики и паразитов, опасных для здоровья человека. Чтобы избежать болезней, качество воды должно быть в очень высоком приоритете. Придется потратить много денег на первоначальную установку для фильтрации и очистки воды, а затем ожидать постоянных расходов на техническое обслуживание. Содержание аквакультуры стоит недешево. Чтобы избегать перенаселения в пруду, выращивать тилапию лучше совместно с хищными рыбами, такими как угарь, большеротый окунь и сом. Для более эффективного разведения тилапии и получения прибыли в пруду необходимы кормушки. К новым приспособлениям рыбы привыкают легко, иногда достаточно 5-6 минут, но в некоторых случаях приходится ждать до нескольких дней. Для ускорения этого процесса фермеры в первое время подсыпают корм под кормушку. Приспособление для вскармливания прудовых рыб используется в тех случаях, когда дно озера слишком заилино или отсутствует место для кормления, соответствующее требованиям разведения. Оптимальным участком для вскармливания рыб в водоеме является прибрежная зона глубиной от 60 до 80 см. Но лучше всего это делать в наклонных местах берега, где глубина варьируется от 30 до 100 см, благодаря чему вода самоочищается от экскрементов и корма. Это происходит за счет постоянной циркуляции жидкости. Товарные считают тилапию массой 250 грамм и выше. При благоприятных условиях рыба достигает ее примерно через 6 месяцев. В каждом конкретном хозяйстве определяют подходящие в данном случае сроки вылова тилапии с учетом климатических особенностей. В небольших прудах рыбу ловят при помощи невода. Для ускорения отправки выловленной рыбы применяют специальные помпы. Чтобы успешно провести операцию по транспортировке рыбы, нужно правильно подготовить рыбу, то есть на 2-4 часа поместить ее в чистую проточную воду, где с нее счистится грязь, промоются жабры и опорожнится от остатков пищи кишечник. Объем воды, который требуется для перевозки рыбы, определяется в зависимости от расстояния, температуры воздуха и наличия в ней кислорода. Для заполнения транспортных емкостей нужно использовать исключительно чистую воду, в которой нет вредных и ядовитых примесей, а температура должна быть такой же, как в родном водоеме рыбы. Для тилапии оптимальна температура на уровне 20-23 градусов Цельсия. Плотность размещения рыб в емкостях разная и зависит от продолжительности переезда, температуры воздуха и воды, возраста и размеров рыбы и некоторых других факторов. Для транспортировки живой рыбы вода не обязательно. Успешность здесь зависит от длительности переезда. Как правило, лимит составляет 2-4 часа. Причем продолжительность тем больше, чем ниже температура в емкости. Для этого хорошо подойдут рефрижераторы. В этом случае перевозку осуществляют в лотках или ящиках, куда рыбу укладывают в один-два слоя. Помимо прудов, рыбу выращивают в садках, которые располагаются в озерах, заливах, запрудах, а также в реках и каналах. Садки имеют ряд преимуществ по сравнению с прудами. В них легче осуществлять контроль за рыбой, возможно, большая плотность посадки, а потери из-за хищников меньше. Чтобы предотвратить перенаселение в садках, рекомендуется содержать в водоеме особей одного пола, что исключает возможность размножения. Так как самцы у большинства видов растут значительно быстрее самок, то выращивание только одних самцов позволяет значительно увеличить выход продукции. Однако сортировка и отбор однополых особей весьма трудоемки. Хотя самцы значительно крупнее самок, они имеют крупные челюсти и массивную голову. Плавники у них больше по размерам, заостренные и удлиненные. А краска у самцов более яркая. Отличаются они и по характеру поведения, являясь более агрессивными. Выращивать только самцов тилапии выгодно с экономической точки зрения. Достичь этого можно разными способами. К примеру, благодаря скрещиванию самок нильской породы с самцами мазамбийской или ауреа, в потомстве от 80 до 90% получаются только тилапии мужского рода. Второй способ. Молодь в первые три недели нужно кормить тестостероном или метилтестостероном. Эти мужские половые гормоны также повлияют на род рыб. Если нет желания заниматься ни скрещиванием, ни подобным кормлением, то можно довериться самой природе. При таком варианте все же лучше держать самок и самцов отдельно, в разных водоемах. Несмотря на ярко выраженное тропическое происхождение тилапии, имеются определенные перспективы ее выращивания и в наших широтах. Еще в советское время проводились исследования по разведению рыбы в естественных и искусственных теплых водоемах нашей страны. В 2013 году в Сладковском районе Тюменской области был запущен единственный в России завод по выращиванию тилапии, который работает в системе замкнутого водоснабжения. Производственные мощности завода замкнутого цикла рассчитаны на 300 тонн тилапии в год, но уже в прошлом году выловлено около 900 тонн рыбы. В Сладковском районе налажена комплексная система современного индустриального рыбного производства. От благоустройства водоемов и разведения посадочного материала до глубокой переработки продукции. За счет сбалансированных кормов, поддержки определенной температуры и кислородной подпитки молоть быстро набирает вес. Через полгода полукилограммовую тилапию отправляют на переработку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обеспечить постоянную загрузку перерабатывающих мощностей позволил мощный холодильный комбинат на 450 тонн рыбы. Шоковая заморозка до минус 40 градусов обеспечивает безопасность продукта, сохраняя его вкусовые и питательные свойства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На рыбоперерабатывающих заводах тилапию эффективно подвергают глубокой переработке, включающей в себя процессы, которые способствуют изменению структуры продукции и ее вкусовых качеств. Потребителям предлагаются такие продукты, как целая замороженная рыба, мороженое филе, свежее филе и продукты с добавленной стоимостью. Например, рыба, начиненная мясом креветки и лобстера, рыба в панировке или замаринованная и так далее. Помимо основной продукции, из рыбы производят побочные продукты. Это производство рыбной муки, рыбий жир и биотоплива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При переработке рыбы в промышленных масштабах часто скапливается большое количество рыбного мусора, который нельзя выбрасывать на общие свалки, так как возрастает риск заражения грунтовых вод, почвы и людей болезнетворными микроорганизмами. Покупать тилапию следует только в надежных и проверенных магазинах, так как на глаз качество продукта определить очень сложно. Если приобретена охлажденная рыба, то употребить ее надо в течение 1-3 дней после покупки, а хранить не выше 0 градусов Цельсия. Следует избегать повторной заморозки тилапии, что может вызвать развитие в мясе вредных бактерий. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!